Здравствуйте! Я ассистент кафедры ортопедической стоматологии и ортодонтии Бухарского государственного медицинского института. Наша сегодняшняя тема – изготовление коронок, полукоронок в ортопедической стоматологии. Искусственная коронка – это разновидность несъемных протезов из сплавов металлов, фарфора, полимерных композиционных материалов и их комбинаций, предназначенные для попрытия клинической коронки естественного зуба при протезировании. Искусственные коронки делятся по конструктивным особенностям. Делятся полные коронки, покрывающие все пять поверхностей зуба, собственно, полные коронки, телескопические коронки, культивые коронки со штифтом и частичные коронки покрывают только часть поверхностей зуба, экваторные коронки, полукоронки и трехчетвертные коронки. Искусственные коронки по назначению делятся на восстановительные коронки, опорные искусственные коронки, фиксирующие искусственные коронки, профилактические искусственные коронки, шинирующие, провизорные и ортодонтические искусственные коронки. По технологии делятся лидые, штампованные, керамические и полимерные искусственные коронки. По материалу делятся металлические из благородных металлов и из неблагородных металлов. Неметаллические искусственные коронки делятся парфоровые, полимерные и комбинированные металлопластмассовые, металлокерамические искусственные коронки. Показания к протезированию искусственными коронками Обширные дефекты коронок зубов травматического и кариозного происхождения При невозможности пломбирования и протезирования вкладками и облицовками Повышенная стираемость и клиновидные дефекты Аномалии формы зубов Гипоплазия и аплазия эмали Изменение цвета зубов после декульпирования И улучшение фиксации съемных протезов Требования к искусственным коронкам следующие Искусственная коронка по форме должна соответствовать анатомической форме зуба На которую она изготавливается Коронка должна плотно прилегать к культе зуба, особенно в области шейки Искусственная коронка должна иметь плотный точечно-плоскостной контакт с зубами-антагонистами Искусственная коронка должна восстанавливать международные контактные пункты Препарирование зубов под искусственную коронку Препарирование зуба проводится по следующей схеме Сепарация и препарирование контактной поверхности Одонтопрепарирование акклюзионной поверхности зуба, то есть режущего края Одонтопрепарирование вестибулярной и оральной поверхности Сглаживание краев, углов, переходов в одной поверхности в другую Портезирование фарфоровыми и пластмассовыми коронками показания При изменении цвета, при нарушении формы передних зубов Противопоказаниями являются Глубокий прикус, глубокое листовое перекрытие и невысокие клинические коронки Преимущество и недостатки фарфоровых коронок Преимущество – максимальное сходство с естественными зубами Эстетические свойства фарфоровых зубов остаются неизмененными на протяжении всего срока службы Полная биологическая и нервность Недостатками фарфоровых коронок является повышенная хрупкость Относительно высокая абразивность Отсутствие полного прилегания к местам фиксации коронки И не всегда плотное прилегание десны к протезу Преимущество и недостатки фарфоровых коронок Преимущество – визуальное сходство с цветом естественных зубов Отсутствие блеска Недостатками являются Уступая по прочности металлическим композитным металлокерамическим коронкам Быстрая стираемость Со временем изменение цвета содержит вещества, способные вызывать аллергические реакции Процезирование металлокерамическими и металлоклазмассовыми коронками Металлокерамические коронки состоят из литого каркаса и керамического облицовочного слоя В качестве облицовочного слоя используются керамические или пластмассовые массы Показания такие же, как и у фарфоровых Протезирование заключается в получении разборной модели по двойному оттиску Моделирование и отрывка металлического каркаса Нанесение и обжига фарфоровой массы Проверки окклюзионных взаимоотношений Глазулирование и укрепление коронки цемента Преимущества и недостатки металлокерамических коронок Преимущества долговечность, прочность, не менять цвет по происшествию времени Недостатки жирни в области десен и языка Привкус металла во рту Отек и припухлость вместе соприкосновения с коронкой Показания Протезирование полными металлическими коронками Показания При необходимости восстановление анатомической формы боковых зубов При протезировании мастовидными протезами В качестве опорных элементов в боковых отделах зубных видов Для профилактики повышенной степени стираемости зубов Для фиксации съемных протезов через муницевых и ортодонтических аппаратов Протезирование зубов полукоронками Тут изображены полукоронки Для фиксации протезов и шинирования подвижных зубов В профилактике повышенной стираемости могут применяться полукоронки Представляющие собой несъемную конструкцию Покрывающую орановые и контактные поверхности Полукоронки применяются на всех передних зубах и при малях В последнем случае их называют трехчетвертыми Противопоказанием к применению является Глубокий прикус, низкая коронка зуба и разрушение его контакта поверхности Спасибо за внимание